ГОСТ 2018 ГОСТ 2018 Без изменений. Без изменений точно у нас в новом ГОСТе остались знаки предписанной пунктуации. Вот как они здесь приводятся, так они, такую табличку я вам подсказку даю, вот так они и есть. Так они у нас и остались. Значит, по новому ГОСТу, в общем-то, стандарт особо каких-то серьезных изменений в правилах оформления библиографической информации, таких вот революционных, я бы не сказала, что они там есть, да, в общем-то, это и не ставилось основной задачей, запутать нас как можно больше и поменять вообще все. В общем-то, задача состояла немножко в другом, в приведении библиографической информации в соответствии международным стандартным правилам библиографического описания, стандарту АСБД. И на основе этого консолидированного издания, на основе этих стандартов и были разработаны положения, многие положения этого документа и многие новшества. Владимир Алексеевич, не забыли про ноль в названии, да, дальше вы его увидите, он будет. В титульном листе специально сделали покороче. Старый ГОСТ у нас просуществовал 15 лет и, в общем-то, вот эта вот необходимость соответствия международным стандартам была одной из причин разработки нового документа на основе международного стандарта библиографического описания АСБД. Который в 2011 году был принят, а мы еще жили по ГОСТу 2003. Ну и, входя в международное пространство, у нас вот такое несоответствие очень сильно сказывалось и вызвало такую необходимость. Ну и вторая причина, я бы сказала, что, на мой взгляд, наверное, одна из самых первых причин. Старый ГОСТ, спасибо ему, конечно, большое, он просуществовал 15 лет и, естественно, что за это время появилось большое количество новых форматов представления информации, новых носителей, новых ресурсов. И все более очевидно становилось несоответствие старого ГОСТа и появляющихся этих новых форматов. Появилось большое количество ресурсов, описания которых старый ГОСТ не учитывал, ориентируясь в основном на текстовые документы. И 3 декабря 2018 года приказом Федерального агентства по техническому регулированию метрологии или Росстандартам был утвержден, приказ номер 1050, был утвержден новый ГОСТ Р70-100-2018. И утверждено его вступление в действие с 1 июля 2019 года. И у нас не уступил такой период двоегостя, когда новый ГОСТ ввели, старые еще не отменяли, не прекращали его хождение, его существование, но уже переходили на ГОСТ 2018. И у нас вот почти год было такого двоегостя, в основном это сказывалось на оформлении студенческих работ, курсовые, дипломные проекты ВКР, когда начав работу еще по старому ГОСТу, приходилось принимать решение, будем ли мы сейчас скоропостижно переходить на новые требования и мучить студентов и преподавателей, либо мы все-таки дооформляем эти работы по старому. И такая возможность была, сейчас ее уже нет. Вот 11 февраля 2020 года выходит приказ Федерального агентства по техническому регулированию метрологии 37 о прекращении применения межгосударственного стандарта на территории Российской Федерации. Где говорилось о том, что прекращается применение на территории Российской Федерации межгосударственного стандарта ГОСТ 7.1.2003, библиографическое описание, с 1 июня 2020 года, в связи с утверждением и введением в действие одноименного национального стандарта ГОСТ R7.0.100.2018. То есть, с 1 июня 2020 года у нас действует только ГОСТ 2018. И таким образом, при составлении списков литературы, при оформлении, при составлении методических рекомендаций, мы уже ориентируемся на этот документ, который является таким базовым при разработке своих методических рекомендаций. То есть, переход завершен и все. Значит, какие инновации были введены? Во-первых, впервые наш ГОСТ получает статус не межгосударственного, а национального стандарта. Большие изменения произошли в разделе терминологии. И мы сейчас их увидим. В области описания по составу, структуре, порядку следования и в элементах тоже произошли изменения. В сокращениях ориентир взят на полную минимизацию сокращений и записывать все целиком и полностью. И большое спасибо новому ГОСТу. Появилось очень многое, что касается электронных ресурсов. Вижу вопросы в чате про прохождение ГОСТов в народ. Ну и сразу отвечаю на вопрос. Статус национального стандарта впервые применен к нашему ГОСТу 2018. Это означает, что он действует на территории Российской Федерации. На территории Российской Федерации ГОСТ 2018. Страны СНГ работают по межгосударственному стандарту ГОСТ 2003. Вот в этом разница. Надеюсь, что на пару вопросов уже ответили. Впервые наш стандарт становится национальным буквой Р. Ну, такую расшифровку аббревиатуры я вам сейчас на слайде привожу. Буква Р. Россия 7. Это номер системы СИБИТ. Система стандартов информации библиотечного и издательского дела. 0 код национальной системы, 100 регистрационный порядковый номер и далее год утверждения. Старые страны СНГ, еще раз повторюсь, работают по старому ГОСТу 2003. Новый по всем библиотекам России. По областям применения стандарта. В этот раздел тоже внесены небольшие изменения. Появились дополнения и изменения формулировок. В частности, добавилась вот эта вот часть другими библиографирующими организациями и лицами. То есть, если мы составляем каталог ВКР нашего ВУЗа, мы уже подпадаем под действие библиографирующего лица. Мы можем спокойно использовать ГОСТ. Какие еще изменения у нас здесь есть? Структура. Структура осталась прежняя, структура стандартов. В этом изменении не произошло. Как было 7 разделов и приложения с образцами, так они у нас и остались. Изменились только названия. Теперь вместо аналитическое библиографическое описание, как было у нас раньше, 7 пункт называется библиографическое описание составной части ресурса. И большие изменения произошли вот в этом третьем разделе термины и определения. Он значительно расширился. Все остальное у нас осталось, как и было в прежнем ГОСТе. Но во внутренней структуре разделов стандарта, внутри разделов, посвященных областям описания, приводятся сначала основные положения, которые касаются всех видов ресурсов. Потом специальные к отдельным видам ресурсов. И дальше идут уже исключения из правил. Большие изменения коснулись раздела терминологии. Вот с терминами да. Ну, во-первых, раздел сам стал гораздо больше и шире. Если раньше он занимал всего, вот я вам привожу здесь пример, да, верхний, это вот из старого стандарта и это из нового. Две строчки и то только потому, что три цифры не влезли в одну строчку и это была просто отсылка к документам. И все. Таким образом, ключевые определения были оформлены в виде ссылок на другие документы, ГОСТы. То теперь все важные положения, определения термина, они собраны в третьем разделе. И что помогает не специалистам разобраться в новых рекомендациях и более тщательно проработать эту тему. В новом ГОСТе впервые применяется определение ко всем видам источников информации на всех видах носителей. В новом ГОСТе используется понятие ресурс. Если в прошлых ГОСТах и в предыдущей редакции единицы хранения были в основном различные документы, рукописные, официально изданные, не опубликованные и размещенные на разных носителях информации, от микрофильмов до CD-ромов, то в новые редакции на смену понятия документ приходит понятие ресурс. То есть теперь мы вместо документ везде пишем ресурс. Это что под ним подразумевается? Искусственно созданный или природный объект. Немножко меня это так, честно говоря, озадачивает. Что подразумевается под природным объектом? Ну ладно. Искусственно созданный или природный объект, являющийся источником информации в любой форме, любой знаковой системе на любом физическом носителе. Таким образом выделяется очень много видов ресурсов, и они здесь представлены в новом ГУСТе. Вот, например, маленький кусочек я вам привожу из вот этого третьего раздела по терминологии. Многочастный монографический ресурс, комбинированный, комплектный, интегрируемый. Вот, кстати, на этот пункт рекомендую обратить внимание, пункт 3.3.5 всех авторов, разработчиков интернет-курсов. Онлайн-курсов, ну и преподавателей тоже самое. Вот, почитайте этот раздел, прям вот чисто... Такое ощущение, что создавался именно для этого вида ресурсов. Потому что очень часто мы используем различные сервисы, создаем такую образовательную цифровую экосистему, когда у нас, например, на платформе ЛМС располагается курс, а какой-то тест для проверки теоретического материала, изложенного в этом курсе, у нас мы делаем с помощью другого сервиса. И берем оттуда код и вставляем его в свой курс. То есть участник-то, учащийся видит все в одном курсе, прочитал лекцию, ответил на вопросы теста. А сам тест находится на другом сервисе. И у нас получается, и таких сервисов может быть много, и у нас получается действительно такой интегрируемый ресурсы, которые по отдельности не публикуются, но вместе это представляет собой интернет-курс. На это теперь тоже можно делать библиографические описания. И таким образом все библиотеки, все библиографирующие организации и библиографирующие лица получают право вносить уже официально в свои фонды и каталоги любые документы, то есть ресурсы, доступные на удаленных серверах в том же интернете или, например, книги из ЭБС. И теперь в описании указываем конкретную ЭБС, где размещается книга, на которой мы делаем описание. Открываются большие возможности с введением этого нового термина и для обучающих организаций, образовательных организаций, для библиотек. Можно индексировать в своих каталогах, например, не только выпускные и квалификационные работы, диссертации, но и любые материалы из собственных хранилищ электронных, из электронных коллекций и так далее. Это могут быть и программное обеспечение, созданное, например, студентами или сотрудниками, или преподавателями библиотеки. Это могут быть коды исходные, это могут быть какие-то базы данных, в том числе и внутренние. И все это, вот это широкое определение понятия ресурс дает возможность это включать в своей каталоге те ресурсы, с которыми прежде возникали большие проблемы. Теперь мы это имеем. Большое внимание уделено электронным ресурсам. И в разделе терминология можно найти достаточно много определений. И электронный ресурс, и мультимедийный ресурс, электронный ресурс сетевого распространения. И всему этому дается здесь такое же объяснение, что под чем подразумевается. Изменения у нас коснулись и основное, это области описания. Изменились области описания. Коллеги, все ли у нас нормально со звуком? Человек, ну, человек 3-4, поставьте, пожалуйста, плюсик, потому что я вижу, у нас есть... Ага, все, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Идем дальше. По областям описания. Если у нас раньше было 8 областей описания, теперь их количество увеличилось до 9. Появилась 9, ну, по АСБД это нулевая область, но чтобы не ломать уже сложившуюся структуру, ее просто поставили в последней 9 области. Общее обозначение материала, то, что мы раньше писали после основного заглавия в квадратных скобочках, помните, текст, электронный ресурс. Вот теперь это удалено, перенесено, переехало в 9 область. Это стало отдельной областью, условно-обязательной. Область вида содержания и средства доступа. Вот здесь на слайде я вам отметила изменения, которые произошли в новом ГОСТе. Зеленым выделены те области, которые были переименованы или внесены коррективы в их название. И синем, вот последняя область, это то, что новое добавилось. Ну и такой небольшой пример описания с цветовой разбивкой по областям, как чего следует. В общем, порядок остался у нас тот же самый. Единственное, что теперь в конце мы дописываем то, что мы писали текст или электронный ресурс, теперь мы дописываем в конце, вот здесь, после идентификатора, записываем текст непосредственный или текст электронный через двоеточие. Но до этого мы дойдем до области и посмотрим примеры, как они там есть. Это элементы условно-обязательные, поэтому не всегда его можно и нужно вставлять. По видам элементов, какие изменения произошли здесь. Область описания – это большой такой блок. Из этих блоков состоит наше библиографическое описание. Строится, отделяются они знаком точкой тире. Точка и тире разделяются пробелом, но считаются одним знаком предписанной пунктуации. И внутри эти блоки состоят из ряда элементов, из кирпичиков. Вот в этих элементах тоже произошли изменения. Раньше их было два вида – обязательные и факультативные. Теперь их стало три. Обязательные, если раньше у нас было обязательные, это то, что необходимо для идентификации документа и присутствует в любом описании. Факультативные несут некую дополнительную, придают некую дополнительную характеристику ресурсу и помогают его лучше идентифицировать. И вот этот набор факультативных элементов определяется библиографирующей организацией, библиографирующим лицом, тем, кто составляет методические рекомендации, например, для оформления студенческих работ или для публикаций. Единственное требование было – это массив этих элементов должен быть одинаков для всего списка источников. То есть нельзя факультативный элемент «хочу – указываю, хочу – не указываю». Если он есть в источнике, если он включен в методические рекомендации, мы его должны были указать. Но вот сам состав этих факультативных элементов мы могли либо включать, либо не включать. И впервые сейчас в новом ГОСТе появилось определение условно-обязательной элементы. Они необходимы, те два вида так и остались. Условно-обязательные необходимы для идентификации ресурсов в случае, когда обязательных элементов недостаточно. Опять же, мы можем их включать, можем – можно – не включать. То есть условно-обязательные элементы мы можем в описании не использовать. Это введение этого третьего элемента упростило работу по формированию вида описания. У нас было и осталось три вида – краткое, расширенное и полное. Краткое описание включает в себя все обязательные элементы, необходимые для идентификации. Но при составлении методических рекомендаций иногда в ВУЗах какую-то часть обязательных элементов составители убирали, упрощая до максимума это описание. Лучше этого, конечно, стараться не делать. Что касается идентификатора, вот его лучше оставлять обязательно. Расширенное описание включает обязательные и условно-обязательные элементы, и полное описание включает все элементы. В основном оно применяется государственными национальными библиотеками, в национальной библиографии, в государственной базе данных, вот там. Для региональных библиотек действует расширенное краткое описание. Ну и вообще расширенное описание, оно чаще всего применяется в тех случаях, когда нужно внести какие-то элементы, показывающие, чем отличается этот ресурс от других, и необходимые для его идентификации, для специальных коллекций, например. Поэтому при составлении методических рекомендаций для студенческих работ ориентируйтесь в основном, чем проще, тем лучше, дай бог хотя бы это освоить, на краткие описания. Лишние элементы, если есть возможность обойтись без них, лучше обходиться без них. Но есть один элемент, по поводу которого я бы включала его все-таки обязательно. Это сведения, относящиеся к заглавию. Объясню, почему чуть попозже. И вот здесь я вам даю на три слайда список всех элементов. Я его немножко переформатировала, как это приведено в ГОСТе. Не по областям, а просто список выбрала все элементы, что относится к обязательным, по всем областям, что относится к условно-обязательным и что относится к факультативным элементам. По идентификатору ресурса, международный стандартный номер и СБН, и ССН, вот идентификатор ресурсов вообще у нас относится к разряду обязательных элементов. Условно-обязательные и факультативные элементы. Можно из презентации это забирать. Это очень удобная вещь. Сами с этим ее разработали, когда составляли методические рекомендации для оформления курсовых работ. Очень удобно определить, что у нас туда обязательно войдет, что мы возьмем, что нет. А потом уже смотреть можно по областям. Основные нововведения в области заглавия и сведения об ответственности. Вот сейчас по областям и пройдемся. Источник, титульный лист, оборот титульного листа. Общее обозначение материала у нас уехало в область вида содержания условий доступа. И правило 3 заменено на правило 5. Это касается сведений об ответственности. По титульному листу, по источнику предписанному источнику информации. Титул и заменяющий. Титульная страница. Вообще титульный лист – это и титульная страница, и оборот титульного листа. Вот это все называется титульный лист. Но мы как-то привыкли говорить, что титульный лист – это титульная страница и оборот. Титул и заменяющий его оборот. Информация с оборота титульного листа теперь в квадратные скобки не берется. В прежнем ГУСТе вообще-то было тоже так же написано в правилах, но предписанным источником информации является титульный лист и оборот титульного листа. Но везде в примерах в образцах шли сведения с оборота в квадратных скобках. Вот это недоразумение в новом ГУСТе устранено. Ну и как-то мы ориентировались на образцы, но раз стоят квадратные скобки, значит мы взяли роман слова с оборота титульного листа и ставили в квадратные скобки. Теперь этого делать не надо. Сведения с титульного и оборота титульного листа пишутся спокойно, без лишних знаков. А вот остальные сведения, которые не с этого предписанного источника информации берутся, заключаются в квадратные скобки. Тогда уже да. Добавлены элементы, которые ранее входили в область специфических данных, например, для некоторых нормативных документов, там дата введения, или дата введения в действие нового документа, теперь уходит у нас в сведения, относящиеся к заглавию, и записывается через двои тучи. Элемент общее обозначение материала, мы уже сказали, уехал у нас в девятую область, и стал областью. То есть, сведения, относящиеся к заглавию. Здесь есть такая вещь. Взятый курс на минимизацию сокращения. Если раньше все это сокращалось, сведения об ответственности, сведения, относящиеся к заглавию, по новому ГОСТу они не сокращаются. Но когда буду говорить о сокращениях, я вам скажу, какая там есть небольшая, небольшой пункт 4.9, который касается некоторых нюансов по поводу вот этого строгого правила. Библиографирующие организации, библиотеки, библиографирующие лица этого правила придерживаются. Автор, который, например, оформляет список источников к своей статье, и нужно, например, это сделать по ГОСТу 2018, вот здесь этого правила можно не придерживаться, потому что мы не являемся лицом библиографирующего. В принципе, взят такой курс на минимизацию сокращений. И когда мы со студентами пробовали разные варианты сокращения милибес, они сказали, что без сокращений много букв писать, но зато проще не надо ломать голову, как сократить кон, конф, конфер, конферец. Обязательно запутаемся, обязательно что-нибудь здесь напишем не так. То есть приходится обращаться к двум ГОСТам 2004 и 2011. Это ГОСТы сокращения слов на иностранных языках и ГОСТ по правилам сокращения слов русского языка, чтобы правильно сократить. Теперь этого можно не делать. Ну и вот если мы берем сведения, например, красным выделено, а не взяты с оборота титульного листа, теперь мы записываем все полностью и лучше придерживаться этого правила. Место издания пишем полностью. Если раньше мы сокращали Москва, там М, Санкт-Петербург, СПБ, записываем полностью. К ссылкам это не относится. Забыла сказать, ГОСТ 2018 на ссылки, сноски затекстовые, внутритекстовые не распространяется. Это только касается библиографических описаний. То, что мы на базе этого мы можем разрабатывать свои методические рекомендации по оформлению списков источников, которые размещаем в конце работы, курсовой, дипломной и других видов студенческих работ, но не ссылки. Это разные ГОСТы. Про него у нас будет отдельный вебинар. Ну и еще некоторые дополнения. Другое заглавие. Если есть, второе заглавие у книги, которое никак не связано с основным, идущим первым, грамматически не связано, то это другое заглавие теперь относится к сведениям, относящимся к заглавию и записывается через двоеточие. Не через точку, как мы раньше писали, а через двоеточие. Это пункт 5.2.5.6 нового ГОСТа. Сейчас я вам даже размещу сейчас в чат, чтобы можно было потом к этому пункту обратиться. Коллеги, запись вебинара можно будет посмотреть, она будет на нашем канале, и в конце вебинара я еще раз все эти ссылки дам. Ну, например, как в ГОСТе приводится пример, времена года, четыре настроения. Времена года, первое название, оно записывается как заглавие, потом пробел, двоеточие, пробел, знаки предписанной пунктуации у нас отделяются пробелами, и дальше с большой буквы записывается четыре настроения. Это другое заглавие. Оно теперь уходит в сведения, относящиеся к заглавию. По описанию нормативных ресурсов. Тоже при составлении описания нормативных ресурсов, то, что мы говорили, в сведения, относящиеся к заглавию, уходят элементы, которые раньше у нас были в области специфических данных. Обозначение даты введения принятия, вот то, о чем мы говорили, сведения о ресурсе, вместо которого принят или введен новый документ, все это теперь относится к сведениям, относящимся к заглавию. Да, коллеги, большое спасибо, что разместили ссылку на новый документ, на новый ГОСТ в чате. Большое спасибо, Ульяна Викторовна, не видела вопроса. И, да, вот еще один вариант, где можно тоже, да, большой получился, ну, можно скачать этот документ, это, да, прям приведен в PDF формате, и можно себе сохранить этот полный текст ГОСТом. Так. Дальше идем. Значит, почему федеральный закон пишется с большой буквы, теперь, да, пишется вот так, в сведениях, относящихся к заглавию. Обычно мы пишем с маленькой буквы, да, по правилам библиографических описаний, но вот второе, другое заглавие и обозначение законов, вот федеральный закон, например, везде в образцах он идет с большой буквы, пишем с большой буквы. Ну, объяснений в ГОСТе нет, принимаем как есть и записываем с большой буквы. Ну, вот пример законов, описание законодательных актов, вот как оно теперь у нас будет. Сведения обозначения материала. То, что раньше мы вот записывали, в основном использовали текст и электронный ресурс, теперь они уехали в девятую область, они теперь живут там. Но их количество, как видите, изменилось, но зато составлять стало их сложнее. Да, там такая разветвленная система, разветвленная структура, одно утешает, что это условно обязательный элемент, который можно опускать. Если есть такая возможность, лучше опустить, чтобы не мучить ни студентов, ни научных руководителей. Сведения об ответственности. Сведения об ответственности. Здесь тоже произошли у нас изменения. Правило трех заменилось на правило пяти. В сведениях об ответственности. Сведения обо всех лицах, организациях, указанных в источнике, и особенно авторов. То есть это первая и такая основная категория создателей произведения. Авторов за косой чертой указываем. С инверсией инициалов. Сокращение количества приводимых сведений допускается. Но это на усмотрение и определение библиографирующей организации и библиографирующих лиц. Вот таких допущений в гости достаточно много. На усмотрение определяется самой библиографической организацией. Но вот здесь больше свободы для нашего действия. Допускается сокращать количество приводимых сведений. В случае сокращения сведения об ответственности указывают следующим образом. Имена. Вот я вам даже привожу сравнение ГОСТа 2003 и 2018. Да, коллеги, в презентации, которая на скачивание некоторых слайдов может не быть. Это слайды из курса по библиографии, который у нас запускается в ноябре. Там уже все это будем на практике отрабатывать. Я просто некоторые материалы вам показываю сейчас. Поэтому там, где идут примеры и некоторые таблички, можно просто делать, если кому-то очень надо, можно сделать скриншот. Все полные материалы, плюс еще дополнительные, они уходят участникам курса. Поэтому все отдать не могу на растерзание презентации. Так вот, если у нас имена одного, двух, трех или четырех авторов, раньше у нас было как, в 2003-м ГОСТе, мы приводили имена, если одного, двух, трех авторов, приводили всех, здесь осталось без изменений, приводим всех. Если у нас было четыре автора, мы приводили имя первого и сокращение ИДРЭ, или первых трех, и сокращение ИДРЭ, четвертым авторам не везло. Теперь приводятся все четыре автора. Если у нас пять авторов и более, раньше мы сокращали имя, сведения первого автора ИДРЭ, теперь приводим имена первых трех авторов и сокращение ИДРЭ. Вот такое вот изменение. То есть теперь уже не три автора, а четыре автора. Приводим в сведениях об ответственности, если авторов не больше четырех. При организациях, при наличии информации о трех и более организациях приводят наименование первой, и в квадратных скобках приводится сокращение ИДРЭ. Есть возможность сократить до первой организации. Ну и так же, как и было в предыдущем госте, за единицу организации принимается организация со всеми ее структурными подразделениями, вышестоящая организация считается как одна. При наличии информации о других лицах, ответственных за данную публикацию, за данную книгу, кроме авторов, выполняющих одну и ту же функцию, допускается приводить имя первого и ставить ИДРЭ. Редакторы, ответственные редакторы, кто там у нас, иллюстраторы, художники и прочее. Вот здесь можно приводить одного ИДРЭ. Опять же, сколько чего мы будем включать, авторов обязательно, остальное уже на количество и включение на усмотрение библиографирующей организации и библиографирующего лица. Ну вот примеры описаний. Где кто у нас располагается? Где ГОС-2003, где ГОС-2018? А вот это вот первое описание, это по какому ГОС-2003 или 2018? Поставьте мне в чат, 03, если третий или три. Третий, точно, третий. Сразу увидели, да? Текст, вот он, а он у нас должен стоять в конце. Первый автор, сокращение М. А вот здесь, смотрите, по библиографическому описанию мы уже можем понять, что у нас за источник. Здесь четыре автора. Это печатная книга. Вот здесь, судя по тому, как записаны сведения об ответственности, авторов больше пяти. Вот если мы вот так запишем, авторов больше пяти. То есть, это уже количество авторов и разная информация об источнике мы можем получить. Поэтому запоминаем, четыре автора записываем всех, больше четырех, пишем первых трех и ДРЭ. Области издания. Следующая область. Здесь у нас осталось без изменений. Коллеги, если какие-то вопросы прям по ходу возникают, а как что, во вкладку вопроса, еще раз напоминаю, пишите. У нас будет целый трек вебинаров уже по отдельным аспектам. И там мы уже по этим вопросам мне просто легче будет формировать, немножко переделывать саму структуру вебинара, чтобы ответить на то, что действительно актуально для вас на данный момент. И ответ на эти вопросы обязательно рассмотрим и может быть более подробно. По области изданий. Здесь осталось без изменений. Берем так, как указано в предписанном источнике информации, как указано в ресурсе, ровно в том порядке. Сокращать можно. Вот здесь сокращение в гости приводится. Здесь можно. Допускаются вот эти сокращения, переработанные, дополненные. Но записываем ровно в том порядке, как это приведено на титульном листе. Написано второе издание. Мы пишем второе издание. Написано издание второе. Мы пишем издание второе. Никаких инверсий здесь не допускаем. Вместо изданий предусмотрены различные варианты. Вместо слова «издания» могут использоваться эти варианты, и их мы записываем ровно так, как это записано в самом ресурсе. Здесь практически никаких изменений у нас и не было. Специфическая область материала или вида ресурса. Следующая область, которую коснулись наши изменения. Название стало более содержательным. Из объектов области электронные ресурсы и отдельные нормативные технические документы исключены. Патенты, стандарты, законодательные. И, как мы выше уже рассмотрели, специфические элементы эти размещаются в других областях, в основном в сведениях, относящихся к заглавию. Помните, дата принятия, введение, вместо кого. Это все уехало туда. Теперь специфическая область материала или вида ресурса используется только для нотных, картографических, сериальных ресурсов. Вот для них. Все остальное для остальных ресурсов не применяется. Область публикации, производства и распространения. То, что раньше у нас было, область выходных данных. Обязательными элементами здесь являются указания, то, что выделено красным шрифтом. Первое место издания, имя первого издателя и дата обязательно. Сведения об издателе могут быть опущены, если у нас речь идет о журналах, сайтах, газетах. Здесь мы не ставим, если у нас нет какого-то элемента, мы в области выходных данных или в области публикации, производства и распространения, как теперь называется, ставим либо БМ без места, либо БИ без издателя. Вот для журналов, сайтов и газет БИ не ставится. Просто опускаем, сведения об издателе можно опустить. То же самое и для неопубликованных ресурсов. Вот эту замену мы не пишем. Просто опускаем город, запятая и год. Если у нас несколько мест издания, несколько издательств, можно приводить все. Можно привести только первое. И тогда у нас запись будет выглядеть вот так. То есть это сокращать возможно. Названия городов не сокращаются. В библиографических описаниях не сокращаются. Для ссылок у нас действует ГОС-2008. Там в образцах стоит сокращение. Вот там можно. Но чтобы не путаться, лучше писать полностью. Вообще везде идет тенденция на минимизацию сокращений. Поэтому пишем города полностью. По следующей области. Это область серии и область физической характеристики. Мы ее немножко перескочили. Даже там вообще все осталось без изменений. Страницы как указывали, так и указываем. И все осталось по-прежнему. Вот здесь. Кто у нас? Антонина Николаевна. Антонина Николаевна получает приз за внимательность. Коллеги, точка от, конечно же, после года, точка ставится, точка не отрывается. Пробел ставится только вот здесь, между точкой и тире. Здесь у нас тоже два раза есть. Отлично. Такие вещи, кстати, я иногда оставляю специально посмотреть, вообще видим ли мы библиографические описания. Отлично. Пробела быть не должно. БИ или БИ. По следующей, есть следующая область, в которой коснулись изменения. Область серии и многочастного монографического ресурса. Обязательными здесь является основное заглавие серии. Вот как в примере у нас здесь приведено. После точки ставится Любовь Владимировна. Основное заглавие международный номер и серии и номер выпуска. Международный стандартный номер серии или подсерии становится обязательным, теперь уже считается обязательным элементом. Приводят в том случае, если он известен, указан в ресурсе или можно было установить по каким-то источникам вне ресурса. Сведения приводятся с предшествующим знаком запятой, но если это взято не из предписанного источника информации, из каких-то внешних ресурсов, то тогда мы добавляем квадратные скобки. По области примечания для электронных ресурсов и патентов – это обязательная область. Принципиальные изменения в этом разделе. Обязательность этой области для электронных ресурсов, в частности. Для ресурсов сетевого распространения обязательным является примечание об электронном адресе ресурса, где он располагается, и дате обращения. Вот эти элементы становятся обязательными. Примечания о режиме доступа условно обязательны. И вместо термина «ресурс удаленного доступа», как был у нас в прошлом госте, теперь мы используем электронный ресурс сетевого распространения. Это еще надо запомнить и выучить. Не запоминается. Элемент «режим доступа» разделен на две части. На адрес доступа и режим доступа. Вот раньше мы писали электронный адрес ресурса в сети интернет. Мы использовали вот эту аббревиатуру «режим доступа» и дальше пошла адресная строка. Теперь мы используем обозначение аббревиатуру URL и дальше адресная строка. Удобнее стало намного. Меньше «ура» наконец-то. Меньше путаницы происходит. Как в ссылках мы делаем URL и пишем адрес, ровно так же мы пишем и в описаниях. Слава богу, с этим стало поменьше проблем при проверках. А режим доступа остался только для обозначения характера доступа. Свободный, с ограничениями, требуется регистрация, платный и так далее. Если свободный можно не писать, если есть какие-то ограничения, режим доступа лучше написать. Для того, чтобы, например, тот же научный руководитель, проверяя источники, те же электронные, какими пользовался студент, заходит по ссылке, а ему пишут, требуется регистрация или только платная, или еще какое-то ограничение только для каких-то пользователей, каким он не является. Поэтому, ну вот, да, вот это вот, тогда лучше указать, да, особенности. И при дате обращения, по дате обращения, по дате обращения тоже, это обязательный теперь элемент. Дата обращения указывать обязательно, но если мы даем ссылку на публикацию в электронных журналах, то вместо даты обращения можно писать дату публикации. Если она есть в источнике, к которому мы обращались, там указана дата публикации, можно приводить ее. Дата обращения приводится в круглых скобках с маленькой буквы после адресной вот этой строки, после приведения адреса. Если мы приводим дату публикации, то через точку тире, с пробелами, естественно, с большой буквы пишем дату публикации и приводим ее. Хороший вопрос, Алексей Валерьевич. Список литературы в конце статьи, это библиографические описания или ссылки? Чаще всего, если мы говорим, например, о публикациях в научных журналах, чаще всего это идет как пристатейная библиография к статьям. Чаще всего это затекстовые ссылки. Затекстовая ссылка состоит из двух частей. Отсылка, то, что мы в квадратных скобках пишем в самом тексте. И вторая часть этой же ссылки, это список источников. Чаще всего в научных журналах используется, рассматривается как список ссылок. То есть он оформляется не по ГОСТу 2018 чаще всего, а по ГОСТу 2008. Ну а там уж как методические рекомендации для авторов составят. Область, но чаще всего по 2008 рассматривается как список ссылок. Ну и вот область примечения для электронных ресурсов патентов, как это выглядит на примере. Да, вот он у нас пошел URL, вот он адрес, дата обращения. И вот он в конце, последний мы пишем, что это текст электронный. Обратите внимание, как и в прежнем ГОСТе, вот единственное, вот здесь у нас двоеточие не отделялось пробелом. Пробел ставим только после него, перед ним пробел не ставим. Хотя все знаки предписанной пунктуации, видела, был вопрос, такой дискуссия по поводу двоеточия. Если это знак предписанной пунктуации, то есть библиографический, то он отделяется с двух сторон пробелом. Если не библиографический, пробелом не отделяется. Ну там есть свои исключения, это мы вот, когда про библиографические описания будем говорить, мы это чуть-чуть подробнее и рассмотрим. Область, идентификаторы, ресурсы, условия доступности. Обязательный элемент по новому ГОСТу. Эта область является обязательным, является международный стандартный номер ИСБН. Но вообще остальные вроде как бы относятся к условно обязательным, но рекомендация вообще-то вот это вот все, если оно есть, лучше указывать. Это дополнительный источник для идентификации документа. Урл может поменяться до и никогда. Поменялся адрес расположения вашей статьи, вы ее уже не найдете. Она переехала, она может переехать на другую страницу, может переехать вообще на другой сайт, в другой источник. Если есть ДУИ, в чем его преимущество, например, он привязывается не к месту размещения документа, а к самому документу. И куда бы этот документ не уехал, ДУИ всегда останется с ним. То есть по этому номеру вы этот документ всегда отыщите, что бы с ним ни случилось до тех пор, пока он будет в сети интернет. Поэтому лучше вот эти идентификаторы в описаниях указывать. По ним легче найти при любых изменениях, найти все ИСН. Да, Владимир Алексеевич, лучше указывать вообще все. В качестве идентификаторов могут приводиться еще обозначения, которые присваиваются, например, производителям ресурса. Это какие-то там номера, производственные номера, что-то на этикетке, если о сидеромах или локальных каких-то вещах говорить. ДУИ обязательно приводите для своих статей, без него трудно жить. И международные стандартные номера ИССН – это международный стандартный номер сериального издания. Он в обязательном порядке должен быть у всех добропорядочных, порядочных средств массовой информации, периодических научных изданий. Вот сразу обращайте, кстати, обращайте внимание, когда вы подбираете издание для размещения своей публикации, есть ли у него ИССН. И, кстати, СБН и ССН можно проверить, есть целая такая сеть по продаже левых номеров, фальшивых номеров. Можно это все проверить, действительно ли такой номер существует, действительно ли есть такое издание. То есть, почему эти номера лучше указывать и обращать внимание на то, чтобы они были. По ним легко разыскать сам источник, даже если у нас другие сведения приведены не совсем корректно. Номер государственной регистрации. Вот его указываем, если речь идет о каких-то авторских свидетельствах, патентах, свидетельствах о регистрации чего-либо. Да, помнится, мы даже авторское свидетельство на электронный курс оформляли, вот там приводили номер регистрации. В этом случае обязательно приводим. Следующие у нас, ну и вот область идентификатора условий, условий доступности и область идентификатора ресурса. Где он приводится? Приводится вот здесь, перед адресной строкой. ИССН – это номер журнала. Вот он журнал. Текст электронный, значит, размещен. Либо ИССН – это электронный журнал полностью. Если ИССН – это значит, что есть печатная версия. И это относится ко всему журналу, поэтому он приводится в конце. А если в качестве идентификатора мы используем ДУИ, то он ставится у нас вот здесь. Перед двойной косой чертой, то есть перед сведениями об идентифицирующем ресурсе. Вот это описание самого журнала, целиком журнала, а вот это описание статьи из журнала. Поэтому ДУИ у нас, конечно, не в конце ставится, а вот сюда, потому что иначе идет вторая часть. Это составной ресурс. Вторая часть, она относится, вот эта информация относится к журналу. А вот эта часть относится к статье, ДУИ у нас относится к статье, поэтому его место здесь. Область, да, ну и сразу область заглавия, то, что у нас теперь общее обозначение материала, то, что у нас теперь стала область вида содержания средства доступа. Вот, перед ним ставится номер ДУИ, потом идет это обозначение текста электронной, и потом сведения о самом издании. Если этого, это условно-обязательный элемент, если его опускать, то у нас просто будет, так посмотрю, остался у меня этот пример или нет, то у нас просто вот этого не будет, у нас будет пробел вместо этого, и дальше две косые черты и сведения об издании. Куда-то у меня этот слайд убежал, ну, надеюсь, что он в конце еще найдется. Область вида содержания и средства доступа. Вот она теперь дает нам использование этой области, дает нам возможность описывать источники, с которыми раньше возникали большие проблемы. Так, коллеги, Ольга Александровна, ничего не понятно. Ничего не понятно, еще раз повторить, переформулировать, или все-таки понятно. Звука нет. Хорошо ли у нас со звуком? Отлично, звук есть. Отлично, звук есть, все, спасибо. С пониманием, понимание есть или вообще ничего не понятно? Ага, спасибо. Если что-то непонятно, не стесняйтесь, не волнуйтесь, во вкладку «Вопросы» напишите, чего непонятно. Просто у нас сегодня такой обзорный материал, поэтому дальше, чтобы мне сориентироваться, да, и мы будем разбирать. Ну, а уж совсем, совсем в ноябре будет у нас курс, и для тех, кто совсем с нуля, мы там будем уже на практике это все разбирать и изучать уже более подробно. Так вот, область видосодержания и средства доступа. Вот эта область. Вообще, самая спорная инновация, которая, она впервые появилась в международном стандарте библиографических описаний, вот это вот, ISBD, которые в 2011 году, и со времен создания структуры библиографического описания вообще, это была такая вот самая большая инновация. Самая серьезная, но и самая спорная. Стоит ли вот так сильно разделять, слишком уж так препарировать, что ли? Ну, тем не менее, она есть, раз она есть, приходится ей ее использовать. Одно утешает, что это, напомню, условно обязательный элемент, поэтому, если что, можно его и для студентов, например, можно в методических рекомендациях его избежать. Область получила девятый номер, чтобы сложившуюся структуру не нарушать областей, и она содержит сведения о природе, самой информации, которая содержится в ресурсе. И, с другой стороны, о средстве, которое необходимо, чтобы получить доступ к этой информации. Средство доступа – это условно обязательный элемент. Отделяется двоеточием с пробелами, это знак предписанной пунктуации, обязательной не является. Значит, ну и, например, вот в гости приведем такой хороший пример сложного описания с этой областью, с применением. Видеоклип, видеоклип рок-группы. Вот у нас название, это идет как автор, заглавие, дальше в квадратных скобках, это мы сами определили, что видеоклип, либо взяли откуда-то из непредписанного источника информации. Дальше пошли сведения об ответственности. Автор у нас группа-исполнитель, дальше пошел режиссер, автор музыки и слов. Видите, все полностью пишется, все прописывается словами, не сокращаясь. Автор музыки и слов, он уже режиссер, вот все прописано здесь. А вот дальше пошло, это составная часть, дабл слэш нам об этом говорит. Откуда взят этот клип? Он взят с официального сайта Вячеслава Бутусова. Обратите внимание, как прописывается официальный сайт. Сначала чей, а потом уже через двоеточие, как сведения, относящиеся к заглавию. Ну вот, видимо, заглавие сайта. Дальше идет адресная строка, дата обращения. Видела мимолетом, заглянула во вкладку «Вопросы», дата обращения кого? А вот когда вы обращались, вот эту дату сюда и пишете. Для чего это нужно? Как давно вы туда вообще заходили? Потому что бывает тоже один из элементов проверки на честность составления списка источников, особенно в части электронных ресурсов, студентов, защищающихся курсовых, дипломных работ. Пишет дата обращения, например, вчерашнее. Типа он вчера этот материал видел. Сегодня заходим на сайт, а там пишут, что сайт уже года два как. Извините, его нет. Как ты смог вчера его разглядеть? Вот поэтому пишем. Дату обращения лучше писать реальную. Но я вам об этом не говорила. И дальше примечание. Видеоклип был снят в году. Это можно опускать. Вот она наша с вами область. Вот она относится к самому клипу, а не к сайту. Поэтому мы ее пишем до двух косых черточек. И вот смотрите, как расписан видеоклип. Изображение в скобочках расшифровывается. Движущаяся, двухмерная. Музыка исполнительская. И все это электронные средства. Вот ничего себе вот это расписать. Это же надо еще догадаться. Что это? Это движущаяся, недвижущаяся, двухмерная, трехмерная. Какая музыка? То есть тщательно изучить этот источник с тем, чтобы правильно заполнить эту область. Поэтому наше счастье, что это условно обязательный элемент. Если есть возможность обойтись без этого, в методических рекомендациях лучше обойтись без этого. Светлана Владимировна, да, без пробела. Это грамматический знак. Это по дате обращения после слов пробел не ставится. Здесь маленькая шпаргалка. Вот эту шпаргалку я вам даю. Она в презентации есть. Если вдруг вам придется ее писать, вот эту область заполнять, то хотя бы вот так. По самым наиболее часто встречающимся. Но видеоклипы мы не так часто в своих списках источников приводим. А вот книга из ЭБС или мультимедийный ресурс, или какая-то ссылка на электронную публикацию, это достаточно часто встречается. Ну вот такую вот небольшую шпаргалку я вам здесь привожу после знака точка тире. Как это можно записать? Вот такую вот шпаргалку забирайте, потому что иначе самостоятельно это очень тяжело. Но единственное, что мы чаще всего, кстати, используем вот эти два момента. Текст непосредственный или текст электронный. Ну и книга из ЭБС, текст электронный. Но если вдруг что-то другое вам попадется, вот основные моменты здесь есть. Если что-то другое еще попадается, пожалуйста, тоже пишите. Будем составлять такую всеобщую шпаргалку. И да, вот, 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 где они вот приводятся. И еще раз, да, по средствам доступа. Вот она, дата обращения. Двоеточие, обратите внимание, не отделяем пробелом, потому что это грамматический знак. Дата обращения и двоеточие, а не библиографический. Вот где они у нас с вами приводятся. До информации об идентифицирующем ресурсе. Если мы говорим о составной части, о статьях. Ага, вот он, наш слайд-бегунец нашелся. А если у нас мы не будем, принимаем решение, что мы вот это вот указывать не будем в наших описаниях кратких, то как будет выглядеть описание, а просто без него. Вот он, наш дуи. Он остается у нас на месте. Потом ставим пробел, две косые черты, и дальше пошло описание, относящееся к ресурсу, где располагается эта статья. Все, мы его просто опускаем. Но текст непосредственный, текст электронный, может быть, и имеет смысл дописывать. А вот здесь, смотрите, вот он у нас уже оказался в конце, не в середине текста, а в конце, потому что это печатное издание. И мы вот это обозначение средства доступа и материала относим уже к самому вот этому изданию. Поэтому он у нас уже стоит, как правильно стоит после идентификатора в самом конце девятой области. Все правильно, он сюда идет. И пара слов о нормативных и законодательных ресурсах. Значит, по законам, под заглавием или под заголовком. Например, при описании нормативных документов можно и так, и так. В старом ГУСТе у нас было два вида описания. Можно было или под заголовком, или под заглавием. В новом ГУСТе все примеры приведены под заголовком. Хотя вот так вот строго запрета нет, но все примеры и все образца, они приведены под заголовком. В принципе, для поиска это удобнее. Для списков источников, для студенческих работ решение, раз нет строгого запрета ГУСТом, можем принимать сами. То есть библиографирующие организации или лиц могут принять решение сами. Будем ли мы описывать законы под заглавием, как первый вариант, либо под заголовком, как второй вариант. Единственное, что в законах полностью даются все сведения. Когда принят, какие изменения, все это описывается. Такое стремление привести в соответствие правила стандарта с АСБД. Вот они в этом тоже у нас сказываются. Здесь вы решение можете принимать сами, но вот это удобнее для поиска. По сокращениям, несколько буквально слов. Если раньше можно было сокращать некоторые сведения, кроме области заглавия, например, сведения об ответственности, то сейчас, как мы увидели, уже с вами идет такой курс на минимизацию, пишем все полностью. Но если в источнике, в самом ресурсе, сведения приведены в сокращенном виде, уже приводим так, как они приведены в источнике. Если надо их раскрыть, то вот это, расшифровать, то берем тогда в квадратные скобки. Закрепляется положение, что все данные в библиографическом описании приводятся в полной форме. При необходимости мы можем сокращать слова и словосочетания по двум ГОСТам. Сокращение слов русского и иностранного языка. ГОСТы... Сейчас я их вам... Название, аббревиатуры приведу. Все данные в библиографическом описании могут быть представлены в полной форме. Вот так записано в пункте 4.9 ГОСТам. При необходимости можно применять сокращение слов и словосочетаний, пропуск части элемента, объединение различных записей в одну библиографическую запись и другие приемы сокращения. Сокращение, опять же, ссылкой идет на ГОСТы, но ГОСТы уже измененные. И в новом ГОСТе мы вот на эти опираемся. По главным условиям для сокращения слов, однозначность их понимания и обеспечения расшифровки сокращенных слов. Не сокращается... Знаете что? Не сокращаются названия журналов, откуда взята статья. То есть не аббревиатурой, а пишем полностью. Не ВОВР, а высшее образование в России. Не СОС, а как он там полностью у нас называется. Сокращения могут применяться во всех областях библиографического описания, кроме области вида содержания средства доступа. И есть условия и заглавия. В заглавиях тоже мы не сокращаем. Есть несколько условий, они оговорены в ГОСТе. Слова и словосочетания в любых заглавиях, которые приводятся в различных областях описания, не сокращаются. Для изданий государственной библиографии, баз, банков, данных, для электронных каталогов, но национальных библиотек, помимо заглавий, еще не сокращаются сведения, относящиеся к заглавию, ответственности, слова, обозначающие тематические названия издателя. И если в источнике информации приведено сокращение более краткое, чем регламентировано ГОСТами по сокращению, то его воспроизводят в описании. То есть и по ГОСТу как положено, и как это приведено. Еще раз ГОСТ. ГОСТы я вам сейчас приведу. Номера другие. Почему-то у меня первый раз совсем другой номер ГОСТ скопировался. В тех случаях, когда объект описания имеет чрезмерно длинное заглавие, то можно сокращать и применять способ сокращения пропуска отдельных слов, фраз, если это к искажению смысла не производит. Ну вот тот же Робинзон Крузо, если посмотрите полное название, там гораздо-гораздо более длиннее. Да, смысл не изменился. Это редкий случай, когда мы с таким сталкиваемся, в основном касается старопечатных каких-то изданий. Вот в этом случае допускаются сокращения. Поэтому вот этот вот пункт, пункт 4.9 и его подразделения 4.9.1, 4.9.3, когда сталкиваемся с сокращениями, можно смотреть. Вот этот номер пункта на слайде есть, и еще раз его здесь повторю. Пункт ГОСТа. Но в основном идет тенденция к минимизации сокращений, поэтому вроде бы разрешается, но не приветствуется. Везде в образцах, приведенных в новом ГОСТе, в образцах описаний, у нас идет полное описание, тоже место издания, сведения об ответственности и так далее. То есть это нужно иметь в виду. Итак, коллеги, мы с вами добрались до нашего завершения сегодняшней встречи, такого экскурса по прогулке по ГОСТу 2018, про электронные ресурсы. Сейчас я вам одну маленькую вещь попробую кинуть сюда, если она у меня добавится. Да, она добавилась, из диска я ее возьму. Да, вот, в ресурсы. Значит, по электронным ресурсам информация по ГОСТу разнесена по разным разделам. Когда мы составляем описание электронного ресурса, иногда бывает очень трудно сообразить, понять, куда смотреть, куда бежать, если эта информация, ну нет такого отдельного раздела электронные ресурсы, и все. Есть только в образцах описаний приведенный образец. Я вам собрала вот такой небольшой файлик, прямо по всему ГОСТу, по номерам пунктов, которые касаются описания электронных ресурсов, различных моментов. Надеюсь, что все смогла там учесть, такой навигатор по ГОСТ 2018 электронных ресурсов. Вот, забирайте из вкладки ресурсы, я его сейчас туда тоже, он у меня подгрузился, и на диске он у меня, по-моему, лежит. Да, он лежит на диске, можно отсюда, либо с диска его забрать. Потому что очень часто мы с электронными ресурсами сталкиваемся, и возникают вопросы, приходится листать полностью ГОСТ. Ну вот, я вам такую подборочку сюда сделала, забирайте ее. Расходиться пока подождите, и сейчас я вам еще выдам сертификат, потому что я сегодня в едином лице. ГОСТ по сокращению. Светлана Владимировна, один из последних вопросов увидела. Название журнала не сокращаем. Пишем полностью. ИСБН в составной части описания. Ольга Владимировна, если это составная часть ресурса, глава из книги, и мы за двумя косыми чертами приводим сведения об идентифицирующем, уже заговаривающем, ресурсе, о самой книге, то там, да, это обязательный элемент, тогда туда приводим. Так, сколько областей рекомендовать учителям и детям при составлении ими списка использованной литературы? Смотря, если речь идет о школе, колледже, да, то есть совсем, судя по вопросу, совсем-совсем детки, чем меньше, тем лучше, чем меньше, тем лучше. Самые основные, самые основные элементы. Заголовок, автор, заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, ну, если там совсем дети, можно опустить это условно обязательно, опустите его. Сведения об ответственности, ну, автора пусть приведут. Место издания, если есть, там, второе, третье издание. Если есть, указываем, если нет, не указываем. И место издания, издатель, год, страницы. Все. А СБН, все, 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 все. Больше СБН или ССН. Но если совсем-совсем детки, можно, можно последний иногда опускают, потому что очень сложно. Место, год, место издатель, год и страница, откуда взял. Пусть на этом, хотя бы на этом остановится. Потому что, если эта информация не идет ни в какой каталог, это нигде не публикуется. Если работа пойдет куда-то, ну, конечно, вместе с учителем допишут этот несчастный СБН или ССН. Если это для внутренних каких-то работ, чем меньше и проще, тем лучше. Пусть научатся хотя бы структуру правильно оформлять. А перегружать информацию, ну, я бы, честно говоря, не стала. Тем более, если, судя по вопросу, речь идет о школе. Очередность распоряжения, расположения. Ирина Ивановна, значит, очередность расположения. Сначала УРЛ, потом режим доступа. Если необходимо его указать. Если там есть какие-то ограничения. Менять не стоит. Так, Татьяна Леонидовна, полезно. Вопрос, будут ли все вебинары ориентированы только на РФ или для кыргызстанцев тоже будет полезно послушать. Полезно, полезно послушать. ГОСТ 2018 у нас для России, он национальный стандарт. Все остальное больше касается ссылок, больше касается описаний. Полезно, естественно, будет. И для стран СНГ, естественно, какие-то моменты с учетом нового ГОСТа, они будут. Они, естественно, будут. Но вот то, что касается ссылок, например, или оформления списков, источников списков литературы к статьям, там, да, там не вопрос. Для создания списков литературы ВАКовских статей и РИНС. Константин Вячеславович, не всегда для ВАКовских статей в основном это список ориентирован на ГОСТ 2008, вернее, по ГОСТу 2008. А вот при написании монографии и диссертации, да, может потребоваться. Смотря что учудит очередной диссовет, может учудить. А вот при написании книг, да, если туда включается список источников и есть требования и рассматривается как отдельный элемент, как библиографический аппарат, как библиографический указатель, то там, да, там может понадобиться и очень серьезно при написании книг монографии. Более так, дальше смотрю вопросов очень много. Коллеги, давайте тогда вопросы, чтобы нам сейчас не, очень сильно не затягивать время, я их разнесу по тем вебинарам, которые у нас будут. И постепенно, начиная со следующего вебинара, буду просто выделять немножко времени в начале, например, вебинара и потихонечку давать ответы на вопросы, так, чтобы это было для всех и полезно, и нужно, и интересно. Большое спасибо всем, кто сегодня участвовал. Пока не расходите, сейчас регламентный момент, можно пока еще подумать, какие-то вопросы дописать, а я вам сейчас выдам сертификаты. И после этого тогда мы уже с вами можем благополучно расстаться и встретиться на наших...